Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Это у нас игра Последний день на земле. Это Чоппер, на котором я приехал на ферму. А также здесь мы сейчас с вами будем тестировать новое оружие с активными модулями, которые я только что прикупил здесь в игровом магазине. Реально цена здесь нормальная, выгодная и не кусючая. Мы сейчас это все и испытаем. У нас с вами есть 4 ствола. Первый это у нас Глок. Второй АК-47, третий М-16 и четвертый дробовик. Все эти модули мы сейчас протестируем здесь на ферме, потому что здесь есть довольно мощные юниты, на которых мы сможем это все испытать. Как вы знаете, Глок у нас замедляет противника, парализующий модуль здесь стоит. Также у нас АК что делает? У него есть подствольный гранатомет, то есть возможно какое-то переключение. Сейчас посмотрим. М-очка с крутым снайперским прицелом, который работает очень интересным способом. Чем дальше стоит противник, тем больше у него урон. И третий, точнее четвертый у нас дробовик. У него урон 80. У моего тоже 80. Скорострельность 1. У него выстрел картечью. То есть он наносит выстрел по множеству противникам, которые бегут за вами. То есть его удобнее, конечно же, использовать, мне кажется, там, где много зомбарей сразу на вас напало. То есть выгодно. Вы выстрелили и сразу многих зацепили. Сейчас мы это все будем тестировать и посмотрим, как это вообще получится. Как я вообще хочу сделать? Не знаю, получится это так или не получится. Но суть такова. Я сейчас поставлю в один слот глок. Второй слот обычный дробовик. Этот же дробовик мы сегодня скрафтили. И он получился, типа, самый крутой дробовик в игре. Ну, вышли обновления. Теперь получается, что он не самый крутой. Хотя, с какой стороны посмотреть? Мне кажется, что он довольно стойкий и замечательный. Еще надо научиться пользоваться. То есть, если вы будете покупать, а тут оружие, в принципе, довольно выгодное, то на этом ролике как раз я буду учиться. Вы будете смотреть, как пользоваться. Поняли? У гранатомета есть отдельный подствольник. Ты можешь стрелять вот так вот. Видишь? И можешь стрелять... Ага, когда ты стреляешь именно гранатой, ломается он довольно быстро. То есть... А, у него еще вот зарядка идет. Есть перезарядка. То есть, ты не можешь прям раз направо-налево раскидываться. То есть, надо как-то еще выбирать моменты. Ну, в принципе, нормальная тема. Если там какая-то толпа или что. Ты раз выстрелил, раз переключился, он там зарядился. То есть, можно его вообще использовать как гранатомет. То есть, в принципе, по сути дела, разработчики активным модулем нам дали бесплатный гранатомет. Правда, этот модуль еще надо найти и скрафтить. Да, это уже другой разговор. Но, в принципе, теперь у нас может быть постоянный гранатомет. Конечно, он не сразу так вот заряжается. Постоянно бьет. Но, мне кажется, довольно прикольная тема. Но, чтобы четко им пользоваться, нужен, конечно, дополнительный карманчик. У меня его нету. Я просто место еды сейчас использую. Вы поняли? АК-47. Блин, у него все фиолетовые модули. Тактический приклад фиолетовый. Отдельный глушитель фиолетовый. Прицел фиолетовый. Поствольник фиолетовый. Это просто фиолетовый. Тут все фиолетовое, смотри. Здесь тоже все фиолетовое. Ага. Вот это, мне кажется, можно попробовать на быку. Да, то есть на быстрых. Но какой смысл его пробовать? А вот на тех, которые подошли, можно попробовать вот этот дробовик, который будет бить вообще картечью. Да? Посмотрим. Урон как бы 80. Но если толпа бежит, то есть по идее мы должны так толпу неслабо сносить. Ого! Ого! Вау! Вау! Вы видели? Вы это видели? Уйди отсюда, волк. Сейчас за жопу укусит. Вы видели, как он дал жару? Вот я дурак. Надо же сюда нажимать. А я просто по привычке нажимаю на ствол. Я такой думаю, а что оно не стреляет картечью? Вы видели, какой залп пошел? Вау! Ударил. А, надо картечь нажимать. Смотри, снова ошибку делаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай... А, зарядка там идет. Там идет зарядочка. Угу! Ну пока зарядка, можно, наверное, обычными... Ну не хочу я обычными стрелять. Не хочу я так просто ломать. А ну? Вау! Уйди отсюда. Но мне придется с локации выйти все-таки. Так, главное нажимать сюда. По привычке просто бью. То есть ты один раз выстрелил картечью. Домажнул. Потом берешь, уже стреляешь обычным. Конечно, когда будет именно этот модуль, ты его найдешь. Он будет уже как бы бесплатный. Его главное скрафтить. То есть купить этот модуль. Либо за донат, либо как-то найти скрафтить. Тогда уже будет реально легче. Реально круто. Может их как-то насобирать? Чтобы они толпой шли за мной. Давайте уже троих возьму. Ну, собирайтесь втроем, чтобы я по вам картечью бил. Хотя бы разок шмальнул. Но. Вау! Одному 62, второму сколько там? Много. Нормально. Смотри. Я бы даже... Смотри. Давай сейчас пока заменим на обычный дробовик. На мой. Сейчас их просто добью. У меня картечи, конечно, нету. Но он тоже довольно крутой и сильный. С этим поспорить никак. Блин. Ой, смотри. Вообще. Крутой. Ты посмотри. Реально бомбезный. Как вы помните, мы недавно крафтили. У него тоже облегченное цевьё. Длинный глушитель. Апературный прицел. Дополнительные патроны. Огонь. Так. Воу-воу-воу-воу. Вот давай сейчас по вам картечью. Но... Ого-го. Картечь перезаряжается. Вы откуда взялись? Пока стреляем как обычный дробовик. Но деваться некуда. Вы меня просто задолбали. Ой, что писать хочет мой персонаж. Ну на, стань. На, стань. Писни уже. Вот бессовестный. На ролике. Ну что ж ты смотришь вот это? Писит кислотой, бедняга. Наелся морковки. После зомби-апокалипсиса. И пописил зеленым. Хорошо. Картечка крутая. И возьмем дробовик. Посмотрим, что у нас получится. А, я же должен в ту стрелять. Вот почему не замедляло. Ну что я так вообще туплю? Наверное, потому что уже час ночью по Москве. А я для вас на утро, ребятки, готовлю ролик. Так, давай мы, значит... Бычара. Смотри. Бык типа идет. О, идет бык. Да. Я по нему стреляю. Он остановился. Я такой переключаю. Ай. Надо, чтобы был карман. Раз. А что ты... А, ааа. Я не тем стреляю. Снова я эту ошибку делаю. Смотри. Моя снова ошибка. Ладно. Я забываю, что этот модуль должен зарядиться. Ну, я в принципе скажу, что штука интересная. Но... Тут тоже разработчики молодцы. Они такой соблюли баланс, да? То есть, если ты будешь постоянно замедлять, замедлять. Но это реально будет супер читерское оружие. То есть, они сделали способность, которая реально крутая. Если ее правильно использовать. То есть, она должна четко использоваться со способностью карман. То есть, у тебя три кнопки тут. Вы поняли? В одном у тебя ахилочка и два оружия. Давай. Кто тут у нас вообще? Вот это черт. Смотри, что мы значит делаем. Мы выбираем. Там щеночек. Мы выбираем. Он такой говорит. Ой, воблер. Я тебя убью, потому что я дикий. А я... А я... Ой. Та снова я... Та что ты... Та ну реально надо привыкнуть. Замедляет. Две секунды где-то у вас есть. Вы поняли? Две секунды замедление. Ну, в принципе, нормально. Слушай. Вы поняли? Что я хотел еще попробовать? Так. Вроде бы никто на меня не бежит. Глок. В принципе, штука хороша. Я хочу посмотреть, как же эмочка типа с прицела вообще выносит. Как он... Как она может рубить, а? Давай попьем водички. Ваше здоровье, ребят. Так, у нас есть эмочка. Эмочка. Это... Ага. Это у нас... Это днище зомбарь. Это кто? Это жена. Это жена фермера. Или любовница. На. Уйдет. О-хо-хо-хо-хо. Как хорошо все пошло. Это кто? Привет. Привет, хорошенький. Ферма крутая. Щенки здесь. Вот. Зачем ходить на ферму? Ради щенков. А также здесь, ребята, может выпасть бак. Я давно сюда не ходил. Так, ты кто? Ты тоже подруга. Чпоньк. Оружие сломалось. Вот у нас прицел. Сколько же выбивает... Вот этот, слушай. Сколько выбивает эмочка эта? Это кто? Бык. Ну, давай по быку. Чем дальше? Чувак. А, то есть должна появиться цель. Если она появилась, значит, наш достает. Да не-не-не-не-не. Ты же как бы должен выстрелить. Чувак. А че ты бежишь? Я че-то не понимаю. С кем они там дерутся, эти болтусы? С собакой. С волком. Откуда тут постоянно так волки берутся, ребята? Разве здесь были так часто волки? Сорок. А, то есть один раз я сорок выстрелил. Но это ж крутые, типа, зомбари, да? Восемьдесят шесть. Это, наверное, крит урон был. Обычно он восемьдесят бьет. Сколько я выбил вообще? Этот же бык, он как бьет, так бьет, да? Все, зарядился. Зарядился я, зарядился. Так, бьем. Я не видел, сколько... Там такая дальность была большая, что я даже не видел, сколько вылетело. Ой, блин, а ну, 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 я же тебя... Ой-ой-ой-ой-ой, что я творю? Я себя в угол загоняю. Нет-нет-нет. Вот это я... Даю. Так, попади. Так, сколько? Он сорок. С выстрела сорок рубит. Вау. То есть это можно, в принципе, как снайперку. На медленных можно просто чувака по сорок выносить. Вы представляете? Когда скрафтится этот модуль, да? То есть ты просто подходишь... Он как ВСС бьет, получается. Просто у тебя надо время, чтобы далеко куда-то отбежать. Так, давай мы тебя уже добьем. Слушай, ну нормальный урон-то. Сорокет. Только чпоньк... У него обычно сколько там урон был? Давай глянем. У него урон 15, а так 40. Нормально. Больше 40 вроде бы же не вылетало, да? Давай глянем, что тут еще. Ну там волки был. Волчара. Выходи ты, дружок. Сюда именно пошел бы вот этот дробовик, согласитесь. Я смотрю, что сделать. Вот сюда поставить дробовик, который бьет картечью. Так, главное, чтобы не запутаться, где у меня что стоит. Но тут, правда, надо будет бежать. Ой, бежать далеко. Но тут придется, наверное, все-таки добивать волка. Это у нас что? Это у нас, который картечью бьет. Смотри, они такие вдвоем. Я такой подхожу. Чпоньк! Вау, 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 вау! О, черт! Зубастый, клацает! Вау, сейчас сдохну! Нет, 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 нет! Чуть-чуть-чуть. Да, вот когда нету дополнительного кармана. Я прожил 13 часов 28 минут. Слышали? Вот эти волки, они зубами таки... Ой, аж мурашки по коже. Конечно, воскреснуть. Так, трупаки есть, я сразу ставлю. Сюда, где, где? Я ж тут где-то умирал. Или где я умер? Где эти волки? Ой, быстро мы все тут... А моя броня уже тю-тю. Они бы мне рано или поздно все равно уработали. Так, что у нас есть? Смотри, ну волки жесткие. Волков надо сразу потушить, потому что они мне еще нервишки-то попортят. Где вы, ребята? Приходите. Ну там такая вообще толпа их бежала. Вот они стоят. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Чуть не... Так, иди ты, зомби-фермер. Я же хотел его... А какой смысл по нему бить с картечи, правильно? Он же один идет. То есть надо там где толпа... Не, я скажу так, ребята. Модули реально крутые. Тут бесспорно крутые. И я не скажу, что они сверх прям... Добавляет какой-то там нереальный скилл. Что они там прям сильно что-то меняют. Но если подумать, когда вы изучите чертеж, и это будет вам доступно постоянно, то есть при правильной реализации, это оружие станет бесценным. Вопрос в другом. Разработчики постоянно добавляют модули, да? Вот эти. То есть они добавляют... Оружие стало сильнее. Значит, в будущем, мне кажется, и локации станут тоже сильные. То есть надо не отставать от трендов, можно сказать так, и модифицировать все, чтобы все было на нужном уровне. Ну, потому что без этого никак, согласитесь. Гигант 62. А по нему, слушай, а по нему сколько? О, давай по нему с гранатомета шваркну разочек. Вот гранатомет я просто не умею пользоваться, ребята. Он-то штука хорошая. Но я сам такой вот не очень. У меня не было гранатомета, чтобы... Ага. А, я что использовал? Иии! Я что, реально использовал гранатомет? А как я такой... Болван, что взял вот это и просрал? Как это вообще возможно? Если он сейчас меня вырубит, то я умру. Куда-то не туда выстрелил, что ли, да? Из гранатомета. Ну, я вообще красавчик, что могу сказать. Но я хотел по этому чуваку бабахнуть. Где этот-то болтус у них тут? Самый крутой. Где он? Ау-у! Ты где? Ау-у-у! О, стоит. Дай по нему хочешь варкну, а? Чпонь! 77 урона! Ну, нормально. А если бы там была толпа, то толпа бы разлетелась. Согласись-то. Ого! Крит! Видели? Крит шанс выпал. 105! Оу! Вот это вообще огонь! Боже мой! Я вам скажу так. Активный модуль, в принципе, штука хорошая. Но если вам выпал неактивный модуль, ребята, не расстраивайтесь. Если вам выпал, вот как у меня, вот эти, да? Облегченное цевьё, длинный глушитель, опературный прицел. А не просто. Особенно получается, опературный прицел, облегченный цевьё, оно даёт там тоже колоссальный урон. Вы видели? 105! Крит шанс выпал. Ох ты мой! Вообще модификация рулит. Реально рулит. Я хочу бахнуть с прицела. То есть мы же испытываем. Просто я хочу понять, сколько там вылетит. Вот у него 250. Да? Прицел с какого расстояния работает? Чпоньк! Было 250, стало 97. То есть он выбил 60... 53 дал! Капец! Вы представляете? То есть насколько можно вообще не тратить... Боже мой! Это настолько читерская тема, ребята! Модуль этот. Смотри, зарядился. С каких я смогу убить этого чувака? С 5 выстрелов я убиваю дикого гиганта! Он это дикий, яростный. У них же с хп там одинаковое, да? Смотри! Офигеть! 5 выстрелов нет у зомбаря, да? Надо побегать. То есть надо выбрать расстояние, чтобы было... Чпоньк! Смотри! И оружие еле тратится! Боже мой! Это реально... Кефиры! Вы, конечно, дали жару! Вот это оружие! Смотри! Я его просто с 5 выстрелов рублю! Мне кажется, даже в ЕСС... У ЕССа по сколько там дамаг? Я просто с ЕССом не хожу, ребят! У меня такого оружия богатого нету! Поэтому... Ну давай мы уже его добьем! Ну вы поняли! С 5 выстрелов разлетается зомбарь! 5 выстрелов! Ты такой никуда не спешишь! У тебя эмочка! Смотри, сколько эмочки! То есть... Получается, вот эта эмочка вообще огонь! Вот вообще! То, что замедляет глок, да! Он такой нормальный, в принципе! Для него нужен как бы второй слот! Вы поняли? Как бы второй! Ты взял вот эту эмочку, ты пришел всех крутых зомбарей и зачистил! То есть на мелких тебе нужен какой-то дробовичок, там что-то другое, мочито, что там, да! А вот таких жирных, которые еле медленно идут, ты просто их всех вырубил! Эмочка! Это вообще восхитительно! Ну, в принципе, тут все восхитительно! Но мне кажется, самое крутое... Глок, он хорош! Разговора нет! Он как бы замедляет противника, и ты можешь, в принципе, больше раз выстрелить по нему, да! Но самый эпический, это гранатомет! Раз! Это дробовик! А эмка, это вообще, это вершина эволюции! Это просто капец! Я не знаю, это, это... У меня нет слов! Смотри! Но этого я не буду рубить, конечно! Мы его просто убили! Вот, бык-бык пошел! Смотри, быка! Быка со скольких уработаем! Быка за рога! Ну, давай! Чпоньк! Ага! Ой, черт! Мелкие бегут! Вот здесь мне нужна картечь! Ну, мы без нее! Сразу крит-урон прошел! Бух! Чпоньк! Где ты? Выходи! Я раз выстрелил? Зарядился у меня уже! Чпоньк! 38! А, он, наверное, сильно бронирован! Вы поняли? Потому я... Ага! А как? А как ты сквозь забор-то? Ах ты, читер! Ты видел? Я думал, я смогу кругами... Бегать! Смотри! А по быку не проходит! Бык очень бронирован! Не, его надо завалить! Он меня сейчас прикончит! Да я по нему и этот не проходит! Смотри! 38! Не, ну бык вообще огонь! По нему не проходит! По яростным нормальному! Это и... Вы представляете, в чем прикол этого оружия? Это вообще нереально! Короче, ты его взял... И в бункере альфа... Ты мелких, допустим, порубил-порубил там мачете... А вот этих крутых ты... Ну, в начале, конечно, бункера будет неудобно рубить... Ты взял оружку и просто этой оружкой всех вот этих яростных... Всех перебил! С одной пушки! Поняли? Это вообще огонь! Это как ВСС получается! Только оно еще не так сильно ломается, потому что... Это же МК! Она же модифицирована! Блин, ну круто! Как его? Ну, я его буду обычными, ребята, рубить! Я не хочу на него оружие-то крутое тратить! Вы поняли? Так, давай... Возьмем! А то вдруг мне не хватит! Потом придется что-то там... Ага, на него же надо еще... Вот так что надо! Давай мы его уработаем! Ай, стой, стой, стой! Он медленный! Ай, он... А, он... Он не медленный! Он же ж бегает! Я и забыл, что он бегает! Я забыл про этого чувака! Он же ж плеваться может! Он же ж там... Типа такой крутой весь! Просто, ребята, извиняйся! Я на ферму давно не ходил! Я забыл, как он... А его ж можно Сэмочки потушить? Или... Или как он? Сколько он там раз должен бежать? Или как он вообще делает это? Сто тридцать семь! Два крит-шанса! Оооо! Вы видели? Дважды! Это крит-шанс, крит-урон, наверное, был! О, черт! Капец! Сто тридцать семь! Лежать боятся! Офигеть! Ребята! Вы видели, какой крит-шанс, крит-урон выпал? Да, по-любому вы видели! Блин, оружие офигенное! Смотрите, мы всю локацию зачистили! Понятно, что... Ну, просто взять его и ходить с ним надо его правильно использовать! Согласитесь! Чпоньк! Оооо! Вы видели? У него было двести пятьдесят! Осталось сколько? Сто... Семьдесят три! Это я двадцать семь... И... Пятьдесят! Офигеть! Вот мы сейчас... Вот сейчас на этого чувака надо брать, вы поняли? Эммочку! Эммочку надо! Смотри! Смотри, что будет! Это просто огонь! Смотри! Чпоньк! Ха-ха-ха! Побежал! Не спеша! А мы никуда не опаздываем! Давай еще! Еще подходи сюда! Сейчас зарядится! Иди, иди, красавчик! Иди, хороший мой! Сейчас мы тебе дадим... Дикий гигант! Чпоньк! 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 Ну, тут, конечно, можно его, в принципе, с дробовика взять! А с дробовик много берет! И мы его потушили! Мне кажется, что тест удался! Пишите в комментариях, как вам это оружие! Понравилось, не понравилось? Мне кажется, что, в принципе, нормально! Зомби-фермер! Получай! Я хочу по нему с гранатомета шмальнуть! Смотри, смотри! Сейчас такой... Он такой не ждет! А я такой прихожу, говорю... Говорю... Привет! Сразу 173 остается! То есть, сколько там можно дать? В принципе... Ну, еще раз за три с гранатомета надо шмальнуть! Ну, картечью надо, мне кажется, по... По всем бить, да? Когда толпой там... Они на тебя бегут, тогда картечь! Давай сюда! Дикий гигант! Я понимаю, что ты дикий парень! Долго гранатомет заряжается! Да, не быстро! Я не знаю, сколько по секунду! Можете засечь... Посмотреть, напишите как раз! Когда я выстрелил... Засеките, сколько там бьет! О, собаки! О, смотри! Пух! Ну, там не хватит на выстрел! Давай я его уже с дробовика-то добью! Отлично! Разлетелся! А что так ноги отлетели, как будто... Не знаю! Окорочка какие-то, да? Ну, неплохо, смотри! Вообще замечательно! Так, что-то хэтчет там... Мне оружие понравилось! Реально крутой тест у нас получился, ребята! Ну, мы сейчас еще посмотрим, что у нас будет за лут! Тук-тук, воблер к вам пришел! Можно брать два оружия со спецспособностями! В одной... Блин! Вы поняли, что я придумал? Это вообще бомба! Вы представляете, когда вы найдете этот модуль? Скрафтите! Ну, понятно, чертеж будет стоить! Ресурсы будут стоить! Но вы берете, ставите две такие эмочки! Ты просто взял? Чпоньк! Переключил на другую эмочку! С другой эмочки так чпоньк! Ну, типа вот так вот, поняли? И все! И убили его! То есть две эмочки! А если положить вот сюда три слота, то вы ложите три такие эмочки просто сдалека! Раз, раз, раз! По выстрелу! Раз, раз, раз! Это вообще безумие! Вы... Ай-яй-яй! Это что-то чем-то! Мне кажется, разработчики будут водить каких-то более мощных мобов, по которым урон не так будет сильно проходиться! То есть, наноситься, либо у них будет там не две тысячи, а там пять тысяч хп! Ну, не пять, это жестко, наверное, все-таки! Но там, наверное, тысячи три! Еще же нету никакого чувака, что было три тысячи хп! Правильно? О, молоток! Да! Да, это шикарно! Вы думаете, что воблер радуется вот этому вот молотку? Да, ребята, вот когда начнете крафтить оружие там, там, всякие личные модификации, вы поймете, насколько важны такие вот простые ресурсы! Блин, вообще круто! И либо три дробовика вот таких вот, вы поняли? С каждого чпонь, чпонь, чпонь! Ох, разработчики! Надеюсь, вы точно подумали перед тем, как это все добавляли в сто раз, подумали? Ну, в принципе, для вас что? Если что, поправите, да? Просто в три слота зарядил три дробовика таких, ты идешь с одного картечь, со второго картечь, с третьего картечь! Ой, это будет довольно жестко! Что у нас здесь? Этот ящик? Ящик всегда находится где-то в жопе, и тебе надо через полкарты его тащить! Ну, пока ты тащишь, ты можешь подумать о том, как хорошо ты себя вел! Можешь рассмотреть карту! Кстати, я вам хочу сказать, что графика в Ласт Дэй просто отличная! Как для мобильной игры! Вот я сижу на 4К-мониторе, и все нравится! Но она не сильно сочная, не сильно яркая! Я раньше думал, что здесь такая вот яркость? Не очень, да? Но с другой стороны, если будет ярче получается, то тогда же, ну, будет сильно на глаза давить, да? Если играть на мобильных устройствах, если сидишь ты час-два часа, сидишь, играешь, оно ярко, как бы, глаза режет! То есть, мы, наверное, для этого не сделали так вот, такие вот цвета! Хотя, днем, да, здесь вот я сейчас ночью, как бы, здесь играю, да? Потому-то так темновато! Но днем, в принципе, здесь нормально! То есть, видно все ярко! Давай, иди! Пока, видите, дошли, поболтали! Вот тут у нас есть ручки, ножки! Детали! Это не ручки, ножки! Это просто детали зомбаря! Вы знаете, из детали чопера? Это детали зомбаря! Сейчас, по-любому, что-то жесткое будет бежать! Ну, выходи уже! Ну, открой! Там все-таки ящик! О, вот хорошо! Как я долго ждал вас! О, картечь! Врубай! Пунь! По 129 каждому! Вы что, серьезно? Блин! А представьте, три таких дробовика в руках! Это же вообще нереально! Картечь заряжается! Ого! Ого! Сколько вас там бежит! Втроем! Сейчас буду на вас картечь испытывать! А ну! Подходи, стройсь! Пух! По 62! Три дробовика! Блин! Это реально! Эти модули нереально крутые! Их нужно получить, ребята! Вы должны их получить любыми способами! Если вы играете в Last Day! Если вы игрок здесь, то есть, такой вот, который развивается! Вы должны их получить всеми возможными и невозможными способами! Потому что это, это просто шикардос! Да, я сломал оружие! Все замечательно! Давай возьму дробовики! Просто их уже! Подожди! У нас же есть гранатомет! У нас есть гранатомет! Иди сюда! Кто? 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 А! Вы эти зомби, да? Ну, ну, иди сюда! Чпоньк! 77! А второму что? Не повезло! А вас было трое! Слушай! Где вы? А! Их трое! Стоп! Стоп! А что я думал? Они там где-то прячутся! Долгая зарядка! Хорошо! Ну, замедляющий сюда Глок не идет! Ну, Глок, он такой по одиночной цели идет! А вот картинчик-гранатомет, он подходит как раз для таких вот атак, где... О, там даже щенок есть, смотри! Где на вас бегут много зомбарей! То есть ты просто эту толпу рубишь, и все! Я говорю, вот эти модули вообще огонь! Я не представляю, как там другие модули будут круто давать жару! О, 77! А ну что, все-таки кто-то отвалился? Три брата-акробата! Было три брата! Старший брат, младший брат и средний брат! Старший брат был молодец, второй брат был... Средний брат ничего, а самый младший Иван Дурак! Ну, сказки такие, да, знаете, сказки такие! Ну, вот и получилось! Ладно, не будем тащить кота за одно место! Давай мы уже поставим и их добьем, вот, чтобы они не мучились туда! Ой-ой-ой-ой! Только не убивай, пожалуйста! Ой! Только она там им... Как мячик катается, видели? Щеночек, мой щеночек! Иди сюда! Антошка! 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 Щенок ты мой хорошенький! Так, дробовик, конечно, надо на базу нести! И чоппер! Если честно, вот этот ангар, он не так часто открывается, но если открывается, здесь детали... Спрашивают, Воблер, где взять бак для чоппера, ребята? С первого раза выбил бак для чоппера! Вот здесь ресурсы! Также хочу сказать, что они есть в бункере Альфа! Кто досмотрел до конца? То, что они есть в бункере Альфа, выпадают талоны, это не означает, что вы поставили талон и он сразу открылся! Это рандом! Там, случайно, кому-то, может, с первого сундука, кому-то со второго, кому-то с десятого, кому-то с двадцатого, кто-то вообще через сотню, вы понимаете? Ну, через сотню нет, ну, в общем, я говорю, чтобы вы понимали, что такое рандом! Потому что мне пишут, Воблер, где берутся бак? Я ему пишу в ВКонтакте, там-то там-то, он говорит, я открыл два сундука или там семь ящиков, а два ящика мне не выпало! Ну, я думаю, что человек знает, о ком я говорю, я же не буду говорить там имена! Ну, вы понимаете, потому это о рандоме нужно... Воу! Нифига себе! Слушайте, что, реально тут такой крутой лут? Я как-то сюда редко хожу! Смотри, слитки! Детали! Эмочка! Вообще чётенько! Вот ты эмочку просто... Ты потратил эмочку, когда у тебя будет модификация? Ты дошёл, её забрал! Правильно? Отличный лут мне выпал! Бак вообще бомбезно! Ребята, кому нужен бак, пишите, я вам его отправлю во сне! То есть вы будете спать, я вам во сне пересылаю бак, вы утром встаёте, идёте, открываете сюда на ферму и у вас будет бак! Это шутка! Шутка! Ребята, ресурсы здесь в игре не передаются, потому что мне пишут, Воблер, перешли ресурсы! Вот, ребятки, ну что ж хочу сказать, реально оружие крутое! Всё крутое, глок я его не смог испытать на все 100%, ну потому что, ну у меня не было второго кармана, для него нужен второй карман, там идёт 2-3 секунды замедления где-то и глоком выстрелил, там чем-то другим выстрелил, глоком, там чем-то ещё, вы поняли? Будет так, в принципе, нормально, но сам по себе глоком чисто бить я не успеваю, то есть замедление очень маленькое, я там не успевал. Им воспользоваться, хотя, очень тоже крутая тема, можно, в принципе, тоже найти ему нужное применение. Вот, что касается калаша, эмочки и дробовика, это просто вершина. Вершина, когда они сами по себе, а когда ты поставишь 3, это просто будет какая-то чикерская нереальная штука. Вот так вот. Тот, кто досмотрел от начала до конца мои вот эти рассказы, разговорчики, вы реально, ребята, молодцы. Ну не могу я делать, короче, видео, я люблю поговорить и с этим никак не поспоришь. Если вы со мной, то вы молодцы. С вами был Воблер, оставайтесь на канале, также смотрите ролик, который сегодня вышел по обновлению, там мы чисто там болтали, разбирали модификации, а это у нас был тест оружия. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok